Добрый день, с вами Дина Краснова и сегодня я хочу рассказать, как заполняется новая форма 4FSS в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0. Как вы, наверное, уже знаете, за первое полугодие 2013 года нужно сдавать новую форму 4FSS. Но форма практически не изменилась, единственное, что там добавилось, это таблица номер 10. И давайте посмотрим, как заполнить эту форму в программе. Для заполнения формы мы переходим на закладку «Учет налоги и отчетность», выбираем раздел «Регламентированные отчеты». Далее в списке выбора форм мы должны найти форму 4FSS. Находим форму 4FSS, встаем на нее, либо два раза щелкаем левой клавишей мыши, либо нажимаем на кнопку «Создать отчет». Далее в открывшемся окне нам нужно выбрать организацию. Если вам нужна другая организация, вы можете ее выбрать и поменять, если нужно, период. Но у нас период уже подставляется верно, первое полугодие 2013 года. И сразу указывается, когда была утверждена данная форма. Нажимаем «Открыть». Открывается новая форма. Для того, чтобы заполнить форму, нажимаем на кнопку «Заполнить». Форма запомнилась. Практически все данные заполняются автоматически. Какие-то нужно добавлять ручную. Если строка желтая, то сюда можно добавлять данные. Здесь практически все заполняется автоматически. В таблице 1 у нас указываются начисленные взносы. В таблице 2 у нас идут все пособия, которые были начислены. Таблица 3 – это расчет базы. В таблице 3.1 у нас указываются инвалиды, если у вас на предприятии они есть. Четвертая таблица – если организация инвалидов, если вы к ним относитесь. И так далее. Но здесь в зависимости от того, что за организация, будут заполняться или не заполняться те или иные таблицы. Таблица 6 и 7 – это начисление взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Тоже здесь практически все автоматически заполняется. Здесь мы заполняем вручную, поскольку все строки желтого цвета. И таблица 10 у нас тоже заполняется полностью вручную. Здесь просто два раза щелкаете и данные вносите. Десятую таблицу вы заполняете только в том случае, если в 2012 году у вас проводилась аттестация рабочих мест или медосмотры. После того, как форма заполнена, мы можем ее проверить на правильное заполнение. Можем выгрузить на внешний носитель. Можем отправить, если мы подключены к 1С отчетности. Ну и также можно распечатать. То есть печатать сразу, либо показать бланк. И здесь уже распечатать те листы, которые нам нужно обратить внимание. Здесь у меня не все листы отмечены, которые нужно распечатывать. Для того, чтобы настроить те листы, которые необходимо печатать, вы заходите в настройку. И в свойстве разделов здесь ставите необходимые галочки на те разделы, те таблицы, которые нужно печатать. Таков порядок заполнения новой формы 4FSS в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. До встречи!